Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Может ли древний еврейский пророк открыть тайны к пониманию того, что происходит в нашем мире прямо сейчас? Оказывается, да. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». С нами Марк Билдс, Марк – пастор. Он также еврей, который верит в Мессию, как и я. Но у него есть уникальный дар в обучении Библии. Сверхъестественное пришло в твою жизнь в юном возрасте. Ты был в восьмом классе, когда столкнулся с ангелом. «Расскажи, что с тобой случилось». Да, это было невероятно. Я убежал из дома. Я взял подушку, спальный мешок, рюкзак. Я был в лесу возле дороги. Моя сестра и мой брат искали меня. Я обратился к Богу и сказал, что мне делать? Сказать им, где я или нет? Тогда я услышал громкий голос, словно из мегафона. И он был похож на голос моего отца. Это был слышимый голос. Слышимый. Он сказал, Марк, скажи ребятам, где ты. И это повторилось трижды. В итоге я отозвался, и они прибежали ко мне. И потом из ниоткуда появился ангел. Мы жили в маленьком городке, где было 800 человек. Все знают друг друга. Было 10 часов вечера. К нам подошел молодой человек и сказал, я могу вам помочь? А моя сестра сказала, нет, все хорошо. Он идет вместе с нами домой. Тогда он сказал, дом это там, где должен быть Марк. Мы никогда не видели его раньше. Никто не знал, кто он такой. И мы не видели его больше. И громкий голос не принадлежал твоему отцу. Мой отец был инвалидом, он не мог никуда пойти. Я думал, что он сидит где-то в полицейской машине. А он был, оказывается, дома. Мне интересно, ты понимал в то время, что это был ангел? Когда мы вернулись домой, то говорили об этом. Мы решили, что это был ангел, потому что никто из нас не знал его. У тебя уникальный подход к изучению Библии. Например, ты берешь одну книгу Библии и составляешь все события в хронологическом порядке. А зачем ты делаешь такие странные и необычные вычисления? Это помогает мне понять ее. Когда я читал книгу Иеремии, то понял, что в ней все перекручено. Я решил привести ее в порядок, чтобы понять ее. И сравнивая ее с другими пророчествами, я понял, что она дает нам большую картину. Марк, когда ты расставил все в хронологическом порядке, то понял, что история на самом-то деле повторяется. О, да, все дело в шаблонах. События, которые происходили во дни Иеремии, происходят и в наши дни. И если собрать шаблоны воедино, то можно понять, что будет. А это правда, что ты нашел шаблоны даже в предупреждениях. О, да, удивительно то, что Божий народ в те дни не служил Богу. Они не хотели иметь ничего общего с Ним. Иеремия писал предупреждения о том, что они должны покаяться. Но в то же время они игнорировали Божие предупреждения. Они не внимали словам пророка. Ты нашел шесть сходств Иеремии с нашим временем. Расскажи нам о некоторых сходствах. Хотя бы два. Одно из сходств — это откровение. Третья глава, 20 стих. Господь стоит у двери и стучит. Это не дверь неверующего. Это дверь церкви. Бог стоит снаружи и стучит в двери церкви, а она говорит ему, оставь нас в покое. У нас тут церковь. Они даже не понимают, что Бога там нет. Есть местописание, которое рассказывает о повторении шаблонов. По-моему, в Екклесиастом. Да, 1 глава, 9 стих. Там говорится, что было, то и будет. И нет ничего нового под солнцем. Все мы постоянно цитируем эти слова. То есть, благодаря этому исследованию, ты понял, что можно понять, что происходит в обществе, потому что история-то повторяется. Даже Библия говорит, что история повторяется, и она циклична. Я прав. Все верно. Бог провозглашает конец от начала. Если хотите знать конец, нужно посмотреть на начало и на шаблон. Мы сказали, что во дни Иеремии царило беззаконие, как и сейчас. Было несколько вещей. Да, полное беззаконие, хаос, политические проблемы, социальные протесты. Меня поражает то, что в Евангелии от Матфея сказано о том, что народ поднимется на народ. На самом деле там имеется в виду, что этническая группа поднимется на другую этническую группу. Ой, это большая разница. Если посмотреть на то, что происходит сегодня, когда одни этнические группы поднимаются на другие, мы находим параллель. Считаешь ли ты, что то же самое происходило во дни Иеремии? Это, скажем так, закольцованная история, я бы так сказал. Конечно. У них была борьба между богатыми и бедными. Это были массовые беспорядки, почти такие же, как мы наблюдаем сегодня в нашей стране. Ты живешь в Сиэтле, Вашингтон, где все это происходит. И в этих шаблонах ты увидел, что Бог всегда предупреждает людей перед судом. Он всегда предупреждает перед судом. Он не желает, чтобы кто-то погиб. Удивительно то, что предупреждения часто обращены к его народу. Бог больше расстраивается от того, что его народ обращается от него, а не язычники. А должно быть наоборот. Разве не сказано, что суд начинается с Дома Божьего? Вот именно там написано, Бог всегда разбирается в первую очередь со своими людьми. Мы видим это в Откровении, где он разбирается с семью церквями, прежде чем перейти к народам. Когда мы вернемся, Марк откроет предупреждения народам, которые открываются прямо сейчас из книги пророка и Еремии. Оставайтесь с нами. Марк ощущает особую связь с пророком и Еремией. Почему так, сейчас мы узнаем. Особенно это стало происходить, когда ты узнал о том, что он ел то же самое, что и ты ешь. Это нечто. Если сравнить Иеремию с Откровением, то мы видим, что апостолу Иоанну дали свиток и сказали съесть Божье Слово. Он говорит, что он был сладок в устах и горьким в очреве. Нечто похожее случилось и с Эзекиелем во времена Иеремии. Ему также дали свиток со Словом Божьим, и ему также сказали съесть его. Иеремия также съел Слово Божие. Мы должны осознавать, что нам нужно понимать эти последние дни. Мы должны питаться Словом Божьим. А вот что имеется в виду под Словом съесть. Да, переварить его. А как его переварить? Для меня это означает постоянно его читать. Вопрос не в том, чтобы запомнить его. Это как в компьютере. Если ты ввел данные, Бог сможет достать их. Откровение приходит, если мы принимаем Слово Божие. Я могу привести пример, когда мне к виску приставили пистолет. Грабитель был готов пристрелить меня на месте. Он приказал мне лечь на пол, лицом в пол. Мой разум был в шоке. Но внезапно я получил Слово от Господа. Он напомнил мне то, что я читал в притчах 2 главе. Этот человек приказал мне лечь на пол. Но так как я съел Слово Божие, ко мне пришел стих. «Не убоишься внезапного страха, когда Он придет. Когда ляжешь, не будешь бояться». Это Бог проговорил ко мне. И тогда я ничего не испугался. Твой разум не помнил этого. Но этот стих пришел на память, потому что ты съел Слово, и оно вернулось к тебе в дух. У меня есть один вопрос. Я очень рад за Марка, но как же насчет меня? Что скажешь по этому поводу? Я считаю, что если вы съели Слово Божие, Бог даст вам откровение. Вопрос в том, относитесь ли вы к Слову Божьему как к самому невкусному овощу или самому вкусному десерту. Мы должны любить Слово Божие и обращаться к Нему, просить у Бога откровения. Мы должны получать Его, когда оно нам нужно, потому что Он всегда помогает нам в нужде. Но нам нужно есть и переваривать Его, чтобы Бог потом возвращал Его к нам. Кормите свой дух каждый день. Три блюда в день. Как минимум. Какие предупреждения народом ты нашел, когда расшифровал пророка и Еремею? Есть несколько разных предупреждений, есть несколько глав, в которых Он предупреждает разные народы о том, что им лучше покориться Новохудоносору, потому что Бог поставил этого человека во главе. Но главное предупреждение всем народам было о том, как они относились к народу Израиля. Если они не будут относиться правильно к Израилю, то у них будут проблемы. На самом деле Бог говорит, что после 70 лет плена и наказания Он обратится и будет судить народы на основании того, как они относились к Израилю. Вот почему так важно понять, что Бог все еще в завете с евреями. Знаешь, люди считают, что это лишь история, но ведь это реальность. Сегодня и навеки. Конечно. На самом деле в книге Иеремии 31 главе говорится о том, что Божий завет не придет, пока не придет солнце и луна. Он не нарушит свой завет с Израилем. А как насчет другой вещи, о которой говорят очень многие? Исламских радикалах. И создание двух объединенных государств. Да, многое из этого также связано с книгой Иеремии. Бог говорит, что выступит против всех народов, которые попытаются разделить его землю. Поэтому нам стоит обратить внимание на эти слова. Кто сегодня является Вавилоном? Многие задают мне этот вопрос. Является ли Вавилон религией? Является ли Вавилон политической системой или местом? Как вы знаете, есть множество слоев. Он может быть политической системой, он может быть и религиозной системой, и он может быть просто идолопоклонством, а также географическим местом. А как насчет умных стрел? Я решил, что это интересно. Когда мы читаем Иеремию, то там говорится, что после 70 лет Бог выступит против Вавилона. Там говорится о том, что у них будут особые стрелы от особого человека. Интересно, что в 91-м, когда все выступили против Ирака, то начали использовать умные бомбы, ракеты, которые летали как стрелы. Я считаю, что весьма интересно то, как Бог через пророчества рассказывает нам о том, что будет. Вот. Знаешь, мне кажется, что ты делаешь все это не только ради нашего шоу. Ты буквально в восторге от Слова Божьего. Я прав? Я обожаю Слово Божие. Люблю его. Я хочу съесть его, потому что оно актуально для нас сегодня. Это не просто история. Оно живо, потому что оно рассказывает нам о том, что нам нужно делать сейчас. Каких людей ищет Бог? Согласно твоим исследованиям книги Иеремии и других книг Библии, ведь если и было время для того, чтобы наладить отношения с Богом, то это именно сейчас. Конечно. Бог ищет смиренных людей. Он ищет тех, которые хотят повиноваться Ему от всего сердца. Это не может быть повиновения и страха. Бог ищет людей, которые возвеличивают закон. Мы слышали о беззаконии. Бог ищет людей, которые снова принесут почет закону. Законы Вашингтона отличаются от законов Северной Каролины. И они многое говорят о тех, кто придумал их. И когда я смотрю на Божьи законы, то обращаю внимание на то, какова суть той личности, что дала эти законы. Я не считаю это законничеством. Те люди говорят, что мне нужно делать, дабы спастись. Я должен выполнить этот закон и тот. Нет, я ощущаю себя ребенком, который хочет сделать приятное отцу. Хорошо. Есть ли что-то в Иеремии, что объясняет коронавирус? Об этом далее. Это сверхъестественно. Повторяется ли история? Многие люди упускают тот факт, что, как говорит Библия, многие пророчества повторяются. Вот почему многие учителя ошибочно говорят. Ну, это уже было когда-то. Но это повторится вновь. Итак, у нас есть откровение на сейчас, прямо от пророка Иеремии. И мы готовы слушаться. Да, мы находим удивительную вещь в 12 главе. Иеремия ноет. В этом он похож на многих из нас. Он спрашивает Божию, почему нечестивые процветают? Это несправедливо. Почему ты позволяешь им укореняться и приносить плод? А Бог отвечает ему, «Если ты устал от того, что бежал с пешами, то что ты будешь делать, когда настанет время бежать с лошадьми?» В моей книге «Расшифровывая Иеремию» я учу людей тому, как бежать с лошадьми. Люди веры бегуны. Авраам бежал, Исаак бежал, Ревекка бежала, Илья обгонял лошадей. Сегодня все мы столкнулись с коронавирусом. Люди спрашивают, читаю ли я его судом Божьим. Знаете, я так не думаю. Вот как я смотрю на это. Если Бог говорит, «Не засовывай руку во включенный блендер, а то тебе отрежут пальцы, а мы все равно суем руку в блендер», то мы не можем называть это Божьим судом. Мы просто не повиновались Богу. И тут мы видим то же самое. Мы сами навлекаем на себя суд. В Иеремии Бог говорит, что наше нечестие исправит нас. И то, что происходит в мире сегодня, это реакция на беззаконие. Вопрос не в том, что Бог судит нас. Это беззаконие исправляет нас. И вот что я думаю о ситуации с коронавирусом. Мы должны любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. В притчах 6 главе называются «Семь вещей, которые ненавидит Бог». И знаете, что первое? Глаза гордые. Это же было проблемой во дни Иеремии. Посмотрите, что происходит в наши дни. Как Бог уничтожил идолов в Египте. Он уничтожит идолов в сфере развлечения и спорта. Он уберет всех идолов, на которых мы полагались. В Иеремии Он говорит царю и царице смириться. Они тоже были горды. Также второе, что ненавидит Бог после гордых глаз, это язык лживый. Посмотрите, сколько фальшивых новостей сегодня. То же самое происходило и во дни Иеремии. Пророки говорили ложь, делились фальшивыми новостями. Ну а третье и последнее, что я упомяну на сегодня, это руки, проливающие кровь невинную. Посмотрите, сколько невинной крови проливается. Тогда они приносили детей в жертву молоху. Сегодня у нас есть проблема с абортами. Мы всюду видим параллели. Вот почему Израиль пережил подобное во дни Иеремии, а мы сейчас. Я считаю, что грядут всадники из Откровения. То есть ты называешь коронавирус своеобразной пробной версией. То, что мы переживаем сейчас, это пробная версия. Бог желает, чтобы мы были духовно готовы. Можем ли мы бежать наравне с духовными лошадьми, когда они придут? Я верю, что то, через что мы проходим сейчас, готовит нас к трудным временам, чтобы мы знали, в чем нам нужно подтянуться духовно. Кроме того, дорогой мой Сид, меня поражает то, что впервые за три с половиной тысячи лет, в тот же день, когда Бог закрыл израилитян на карантин в своих домах, Израиль и весь остальной мир был на карантине также. Это было в наши дни. Бог сделал так, чтобы весь Израиль правильно отпраздновал Пасху. И это удивительно. Такое случилось впервые за последние три тысячи пятьсот лет. Вот почему этот год так важен. Вы должны это понимать. Это интересно. В слове сказано, что нужно оставаться дома на Пасху. Впервые за три тысячи пятьсот лет. Они были заперты в своих домах. Абсолютно заперты. Им пришлось остаться дома, чтобы правильно отпраздновать Пасху. И это произошло в тот же самый день. Это случилось в тот же самый день. Ты учишь о том, как принять мир среди хаоса. Мы не одни. Сейчас нас смотрит много людей. Люди со всех стран мира. Они ощущают себя одинокими, изолированными. Пожалуйста, обратись к ним. Самое важное, что мы можем вынести из пророка Иеремии, сравнивая его с тем, что произошло у Иезекииля и Даниила. Знаете ли вы, что в то же время, когда трех еврейских юношей бросили в огненную печь в Вавилоне, в Иерусалиме, в то же время царь Иоаким разрезал Слово Божие на три части и бросил их в огонь. Бросил в огонь эти свитки. В первых трех главах книги Даниила мы видим трех еврейских юношей. Они не поклонились статуе Новоходоносора. Прости, ты имеешь в виду трех юношей в огне? Помните, да? Об этом говорится в книге пророка Даниила. Продолжай. Так вот, их бросили, потому что они не поклонялись статуе. Поэтому они были в огненной печи. Но в то же время в Иерусалиме Барух, писатель Иеремии, хотел предупредить Израиля. Тогда Иоаким разрезал Слово Божие на три части и бросил их в огонь. В то же время, когда Слово Божие бросают в огонь, в Иерусалиме. Оно является в огне в Вавилоне, спасая троих еврейских юношей. Поэтому вы должны понять, что когда вы окажетесь в огне, в одиночестве, как вам кажется, в стрессе, просто знайте, что Господь с вами, и Он не попустит вам быть искушаемыми и страдать сверх сил. Когда Он говорит «не один», то Господь не просто с вами. Если вы рождены свыше, то Господь вас. Вы никогда не одни. Есть люди, которые не знают, прощены ли их грехи на самом деле, живет ли Иисус внутри них, пережили ли они встречу с Богом. Есть также люди, которые никогда и не делали этого. Поэтому я хочу, чтобы вы повторили вместе со мною эту молитву. Повторяйте за мной вслух, словно я рядом с вами. Не страшно, что меня нет рядом телесно. С вами рядом Бог. И это все, что имеет значение на сегодняшний день. Если когда и было время, то оно настало сейчас. повторяйте за мною. Дорогой Бог, вслух, говорите, дорогой Бог, я грешник. Я согрешил против тебя и сожалею об этом. Я верю, что кровь Иисуса омывает все плохое, что я делал. Боже, ты больше не помнишь об этом. Этого просто не существует. Ты стер ворота. Так говорит твое слово. Я абсолютно чист. Я новый. И теперь, когда я чист, Иисус, я приглашаю тебя прийти ко мне. Не оставляй меня, дай мне мир, который превыше человеческого разумения. И я делаю тебя не только своим спасителем, но и Господом. Аминь. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Мне 23 года, и я хотел поблагодарить вас за вашу передачу «Это сверхъестественно». Я слушаю ее практически каждое утро, и она вдохновляет меня тем, как вы посвятили свою жизнь поискам и проповеди истины. Я очень рад, что вы ведете эту передачу. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделите свои истории по адресу, который видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Блейк Хилли. Я видел невидимый мир еще с детства. Я узнал о том, как ангелы поддерживают нас, а Господь наряжает нас. Вам не нужно переживать о битве света с тьмой. Это несправедливый бой. Вы победите. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самому создать в себе самому дабы создать в себе самому одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота.